Всем привет из Турции, друзья, и в очередной раз новости, нововведения, разъяснения того, что уже рассказывал по поводу ситуации в Турции. Связано все это с коронавирусом. Итак, масочный режим во всех абсолютно провинциях, включая Анталию и Аланию, то есть маски вы должны носить повсюду. Без маски можно находиться только в море непосредственно за столиком кафе и ресторана, когда вы уже едите, когда вы еще не едите, а покупаете все, вы должны быть в маске. На пляже, если вы передвигаетесь просто по пляжу, вы должны быть в маске, если вы уже лежите непосредственно на лежачке, либо на полотенце загораете, либо находитесь в море, тогда можно быть уже без маски. Штраф около 900 или 900 с чем-то турецких лир за нарушение масочного режима, то есть если вы будете без маски, если она будет у вас на подбородке, на руке, в руке и так далее. Однозначно будут штрафоваться и уже штрафуются не только граждане Турции, но и туристы, неважно из какой страны, хоть из России, хоть из Зимбабве, вот штрафовать будут всех. Что еще нужно отметить, да, и кстати еще про бассейны я не сказал, если бассейны в этом году работают далеко не везде, но вот возле бассейна, опять же, если вы просто ходите, скажем так, вокруг бассейна, вы должны ходить в маске. Если вы лежите на шезлонге возле бассейна, вы можете быть без маски, как и в бассейне, если купаетесь. Самое интересное такое из нововведений масочного режима, которое касается, это то, что в своем автомобиле, когда вы едете, неважно где вы едете, вы должны быть в маске. Вот это вот, конечно, вообще как бы неописуемо, то есть вы просто едете в машине, вы никуда не выходите, вы никого к себе не подсаживаете, чужих как бы, вы должны ехать в маске. Вот такой вот закон, вот так вот это интересно выглядит и немножко непонятно порой. И даже если в машине с вами находятся члены вашей семьи, вы тоже все должны быть, каждый человек должен быть в маске. Вот такое вот интересное нововведение. В отелях за пределами номера все туристы должны быть в масках обязательно, то есть только в своем номере вы должны быть без маски, в ресторане, когда вы уже за столиком сели принимать еду. Когда вы ходите и выбираете блюдо, вы должны обязательно быть в маске. То же самое касается дворов, то есть, ну вы знаете, наверное, все, кто даже не живет в Турции, вы видели, что у каждого почти дома, жилого комплекса есть своя придомовая территория с бассейнами, иногда с парками, с площадками. Вот везде на этой территории вы также должны быть в маске, причем полиция и жандармерия, они могут заходить даже в жилые комплексы, проверять и штрафовать. Да, вот уточнил я, 900 турецких лишь штраф, это больше 8000 рублей, российских, если я не ошибаюсь, 130 где-то долларов. По поводу автобусов я уже рассказывал, что определенное количество, допустим, если в автобусе 25 посадочных мест, то есть мест для сидения, то больше 25 человек в автобус заходить не должно. Но контролировать это будут и должны уже контролировать, собственно, водители, и водители будут же штрафоваться, если это не соблюдается правило. Что еще касается туристов, это то, друзья, что запрещены пенные вечеринки, где бы то ни было, и если они проводятся, то, ну я не знаю, как участники их будут ли подвергаться штрафам, но организаторы однозначно будут наказаны. Никаких пенных вечеринок не должно быть ни на территориях домов, комплексов жилых, то бишь ни на территории отелей, ни на территории где-то пляжей, кафешек при пляжах, ни на прогулочных корабликах. Также запрещено после 12 часов ночи по всей абсолютно Алане, либо по всей Турции, скорее всего, даже, я думаю, это по всей Турции касается указа, запрещено исполнение живой музыки в кафе и ресторанах. То есть они могут работать после полуночи, но почему-то живая музыка исполняться после полуночи именно не может. Это как-то связано с коронавирусом, как это странно немножко выглядит. Но законы мы все должны, конечно же, соблюдать. Все, кто находится в Турции постоянно или временно, нужно уважать и соблюдать турецкие законы. Поэтому, друзья, поэтому все, что я сказал, примите к сведению и не забывайте, что за нарушение всего этого грозит штраф и вас могут оштрафовать. Как сегодня, завтра вы нарушите еще раз, конечно же, вас оштрафуют и завтра, и послезавтра и так далее. А может даже какие-то более серьезные последствия будут, если вы будете нарушать постоянно. Но, тем не менее, сезон продолжается. Дикая африканская жара стоит сейчас в Алании. И всем желаю хорошего отдыха, кто сейчас здесь, кто прилетает. Не расстраивайтесь, все равно море вас успокоит. И все будет хорошо, как-то эти маски мы переживем. Главное, чтобы все были здоровы, добра, всем здоровья и позитива. Главное, чтобы все были здоровы, добра, всем здоровья и здоровья.